Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! В итоге, вся моя передновогодняя беготня закончилась тем, что я заболела. Ну, как бы не сильно заболела, видно какой-то у меня, как это называется, не ротовирус, а вирус верхних дыхательных путей, потому что очень заложен нос, мне кажется, немножко голос такой у меня не очень, и болит горлом. Вот, так что сегодня будет домашний влог, но не совсем домашний влог. Собиралась сегодня целый день просидеть дома, но, во-первых, мне нужно забирать сегодня своих детей из школы, садика. Сегодня как раз последний день, это первое. А во-вторых, я сейчас думаю, ну раз дома надо сварить суп, тем более сегодня дети пораньше я их забираю, нужно их покормить и так далее. Вот, и сунулась и поняла, что у меня в доме нет картошки, ни одной штуки вообще. Я как-то вообще про картошку забыла. В общем, сейчас поеду в магазин, поеду в пятерочку, куплю картошку и попутно заберу своих деток. И плюс мне нужно забрать свою посылку с почты. На самом деле и в этом году меня почта России порадовала. Все посылки стали вот по 31 числу приходить все быстрее и быстрее. Единственное, что посылки задерживаются с Китая. А вот по России, которые идут, они как-то быстро-быстро очень стали доходить. И меня это очень сильно радует на самом деле, потому что я уж не надеялась ничего получить. Вот, так что поеду и потом покажу свою посылку и покажу, что купила. Итак, вот моя посылочка от компании Royal Forest. Заказала много-много всего интересного. Так, давайте вместе я ее уже раскрою. О, слушайте, вот этот чай. Я прям как чувствовала, что мне понадобится этот чай. Девочки, честное слово. Имбирь, корица, кэроб. Это чай, заряжает энергией, витамин С, антибактериальные вещества. Помогают вирус при вирусах простуды. Слушайте, ну это вот прям вот я как чувствовала, что мне это понадобится. Видите, состав черный чай, плоды рожкового дерева, имбирь сушеный, корица, цветки лаванды. Я сейчас в этом видео буду подписывать вам стоимость. Где-нибудь здесь на экране, чтобы не терять времени. Конечно же, я как кофеман решила попробовать вот такой кофе натуральный, жареный в зернах. Арабика, робуста какой-то, степень обжарки. Черная, там на сайте было написано, что этот кофе с ароматом то ли хлеба, то ли какой-то выпечки. Вот, я думаю, что мне должно быть очень понравиться. Я вообще любитель кофе, поэтому да, 500 грамм здесь получается, полкило. О, здесь у нас вот это, я реально вот эту штуку никогда не пробовала. Абрикосовый урбич, это же из косточек, да, делается. Сейчас посмотрим. Да, ядра абрикосовых косточек, видите. Можно на тост печенье или хлебец. Слушайте, мне вот сейчас прямо самое оно. Вот этот урбич и чаек. Прямо вот как чувствовала, что надо такое мне взять. У меня еще гранатовый соус. Я обожаю гранатовый соус. Причем я люблю его есть с овощами. То есть, как заправка на помидорчики, огурчики. Обожаю просто. Хотя, мне кажется, и к мясу очень вкусно. Но я вот почему-то с овощами его люблю. Он же такой очень густой. Положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Но это действительно гранатовый сок. И сами гранаты, он мне очень полезен. Поэтому вот взяла. Тоже мне сейчас лечиться. У меня здесь кино взяла. Делаю салаты. Очень моему мужу, кстати, нравится. Вообще, у меня муж любит различные такие крупы. И моему мужу очень нравится типа теплых салатов. То есть, когда кино с обжаренными овощами. Очень ему нравится. Вообще, он прям обалдеет. Поэтому я ему снова взяла. Тем более, видите, улучшает работу сердца. Нормализует давление для кишечника. Содержит белок. Отличается богатым содержанием фосфора. В общем, будем тоже готовить. Но уже, наверное, после праздников. Но вот эта крупа очень нравится моему мужу. Конечно, все эти крупы на любителя. Но мой муж обожает. И, кстати, крупам девочки, я ему взяла целый килограмм булгура. Он у меня очень любит булгур. Причем булгур ест даже не с овощами, а просто в качестве гарнира. Вот как гречку варите. Да, вот примерно так же я варю ему вот булгур. Только предварительно его нужно обжаривать на масле, на растительном. И обжариваю я его, пока вот не пойдет такой аромат, как семечек, что ли. Ну, такой вот он орешек, можно так сказать. Видите, тоже для сердца, сосудов. Нашим мужчинам это вообще очень полезно. Ну, не только мужчинам я, кстати, тоже ем. Но я не такая фанатка, как вот мой муж. У меня здесь, конечно же, взяла орешки бразильские. Вот этот вот я уже как-то у них заказывала. Очень вкусно. Вообще вот у Роял Форест все орешки и всякое такое намного вкуснее, чем обычно. Вот мы покупаем арахис. Это не обжаренное все, это все сырое. Потом у меня здесь кедровые орешки. Кстати, кедровые орешки тоже очень полезные. И у меня любят их дети. Поэтому я им обязательно взяла. И мне очень нравится, что здесь упакована вот в такую как-то вакуумную упаковку. И орех пекан. Это мой любимый орех. Я его обожаю. Я люблю грецкие орехи. Но больше всего я обожаю вот орех пекан. Вот сейчас мне как раз буду пить чай с абрикосовым урбечем и орешком пекан. Это вообще, наверное, будет просто красота. Тыквенные семечки. Кстати, говорят, что они против паразитов. Это правда или нет, я не знаю. Видите, написано для волос. Но почему-то вот у меня с детства осталось, мне еще бабушка говорила, что тыквенные семечки, они против паразитов. У меня, кстати, их детки тоже любят. Сладости я тоже взяла попробовать. Шоколадка. Это из кэраба она сделана. Она не совсем как обычный шоколад, но намного полезнее. И много вы вот этого не съедите. Так что, девочки-сладкоежки, замена отличная обычным шоколадкам. И вот такой вот еще взяла. Банан урбечий с кешью. Это мужу я тоже взяла. Мужу, в общем, я тут балую. Вот, потому что он меня любит все с бананом. Все, что вот везде, где есть банан, он все это будет есть. Так что вот так. Здесь... Ой, слушайте, девочки, знаете, что это? Ой, это мне пробнички положили. Слушайте, как приятно. Смотрите, сироп, морковь, виноград. Слушайте, как круто. Это пробники. Блин, девочки, так приятно на самом деле. А что это такое у нас? Пряный чай. Слушайте, смотрите, как классно. На один разочек попробовать заварить. Супер вообще. И какао-порошок натуральный. Ой, слушайте, вот это вообще у меня тема. Вы знаете, я везде скупаю какао-порошок для выпечки, потому что я люблю его использовать. Слушайте, девочки, так приятно вообще. Морковь, виноград, сироп. А что с ним делать надо, интересно. Надо на сайте почитать. Так что вот такой вот у меня был полезный заказик в этот раз. Слушайте, ну мне так приятно насчет вот этих пробников. Я так люблю, когда мне кладут пробники. Девочки, вы себе не представляете. Мне кажется, это настолько круто. Тем более я вот не ожидала, что положат такие пробнички. Это просто супер. Вот, так что вот такие вот у меня полезности. Кто-то мне писал, что, кстати, тоже пробовал булгур и не понял его. Но вот муж мой кайфует просто. Он увидит, что я ему заказала целый килограмм. Он будет радоваться. И кино тоже ему понравилось. Вот, так что вот такие вот у нас вкусняшки как раз на январские праздники. Также хочу вам порекомендовать одно очень классное приложение. Называется оно Mary Kitchen. Это приложение, где собраны простые рецепты. И оно на самом деле очень классное. В том числе здесь можно посмотреть видео приготовления этих рецептов. И есть такое, то есть полностью указаны все ингредиенты. Пошагово расписано, как готовить. А также мне очень понравилось в этом приложении. Есть такая функция, как холодильник. Вы выбираете здесь, например, ингредиенты, которые у вас есть. Ну, допустим, наберем картофель. Вот попробуем поискать какие-нибудь рецепты с картофелем. Вот вы набрали картофель. И он показывает вам 4 готовых рецепта. Картофельные чипсы, печеный картофель, картошка, оладьи и сладкого картофеля. Мне кажется, это очень классная функция, которая в особенности пригодится, мне кажется, на январские праздники, на мой взгляд. Вы можете подобрать по своим ингредиентам, которые находятся в холодильнике у вас, какие-то интересные рецепты. И вообще здесь, кстати, очень много интересных рецептов. Видите, например, крем-суп из красной чечевицы с тыквой, тушу на овощи, в лаваше. В общем, очень много всяких различных, интересных, на мой взгляд, кулинарных рецептов, что, конечно же, пригодится каждой хозяюшке. Поэтому я очень рекомендую вам это приложение. Ссылку на скачивание этого приложения я вам оставлю внизу в инфобоксе. Но, честно сказать, я вам его очень сильно рекомендую. В особенности я, кстати, люблю, когда есть видео рецепты, когда можно посмотреть, как что готовится. Вот, например, запеченная груша. Очень вкусно выглядит, на мой взгляд. Ароматный какао. То есть очень много интересных различных рецептов. Я вам советую. Конечно же, одной картошка у меня не ограничилась, как вы видите. Но взяла так, по чуть-чуть. Купила вот такую картошку. Это картофель мытый. Потому что тот, который был немытый, он вообще реально вот, ну, совсем гнилой. Поэтому взяла вот такую. Вообще в этом, в ленте картошка намного лучше. Так что взяла вот такую. Потом еще чек покажу. Хотя и это тоже не особо. Так, дальше. Здесь у меня помело. Я почему-то его называю помело. Я не знаю, откуда мне это взял. Потому что это помело. Очень любит у меня муж и дети. Мне, кстати, не нравится. Я не знаю, почему, но я его не люблю. Так, еще мандаринки взяла. Два огурчика. Чуть-чуть помидорчиков. Вечером салатик сделала мальчишкам. Но я мальчишкам просто нарезаю помидорчик, огурчик. Они у меня любят есть. Так, здесь у меня еще вот такие хлебцы. Кстати, очень любим мы их. Я что-то в последнее время редко покупала. Сейчас увидела. И взяла вот такие овощные. Марки Фазор. Очень вкусные. Оладушкин батон и хлеб. Не знаю, зачем взяла. Сейчас посмотрела. Дома у меня есть и хлеб, и батон. Я не знаю, зачем я взяла. Ну, в общем, ну, ладно. Если что, останется я гренки из них сделаю. Так, взяла вот такую сметанку. Первый раз увидела. Кстати, это Республика Беларусь изготовителя. Вот, видите, в пятерочке, в перекрестке, в карусели. Ну, не знаю, посмотрим. Из натуральных сливок. Вот такую вот. Дальше взяла селедку. Видела, она была на распродаже. Вот это Балтийский берег. В общем, взяла ее. Я, наверное, ее просто почищу и сучку съедим. Так, ну и здесь вот немножечко у меня баловства. Ну, как бы, скоро Новый год. Плюс окончание школы, садика. Ну, немножечко маленькие такие презентики. Вот эти машинки Hot Wheels. Вот, не знаю, кто какую себе возьмет. И вот немножко сухариков. Вот так вот. Вот такие вот у меня были покупки. Сразу покажу чек. Вот, видите, по 79 рублей селедочка была. Поэтому я ее взяла. Вот, сумма 1184. Ну, так всегда. Зайдешь в магазин продуктовый, как минимум 1000 точно остается. Я уж про ленту вообще молчу. Ну, что, сварила я супчик. Вот такой вот у меня получился. Это из... Как этот называется? Чечевица. Вот из такой смеси я сварила супчик. Видите, тут разные виды чечевицы, я так поняла. Вот. Очень, кстати, вкусно получается. Видите, он такой разный. Вообще, это для супа пюре, но я так обычно оставляю. И вот такой рыбный у меня получился. Положила сюда много укропа. Я люблю, когда в рыбном супе много укропа. И добавляю сюда, кстати, рис. Как-то называется вот эта вариация рыбного супчика. Не знаю, мне как-то один раз писали, я его уже показывала. Вот это сейчас буду кушать я. И вот этот укроп, который с iHerb я заказывала. Девочки, от всей души вам советую. Вот он реально... Такое ощущение, как будто я его сама посушила. Очень придает классный аромат. Любому блюду я его везде, мне кажется. И везде добавляю. И хватит вам его надолго. Видите, я его с кукой тоже использую. И у меня еще даже не убавляется. Ну и подписано. Я уже говорила, я подписываю. Потому что бывает там муж у меня чем-нибудь готовит. Все время ругается, что непонятно, где что у меня лежит. Поэтому я подписываю. Вот я приготовила ужин. Сделала такие тефтельки с рисом. Вот эта заправка, это у меня остатки майонеза. Где-то примерно меньше столовой ложки. Сметана, укропчик и сушеные. И в общем всякие специи. И разбавила это водичкой. Тефтельки сложила. 180 градусов где-то 40 минут. Они у меня выпекались. И за 10 минут я посыпала каждую сыром. Вот такая вот получается. Салатик из вот этой капусты. Заправляю я его уксусом. Вот этим вот, который заказывала на херп. У нас тут его еще есть. Очень, кстати, вкусный уксус получается. И просто соль немножко сахара кладу. Почистила селедочку немножко с маслом. Лук не стала. Просто так. Вот это я детям порезала. Дети у меня на гарнир вот такая просто греча. А мы с мужем вот такую будем кушать. Гречу это с грибочками. Белые грибы, которые собирала зимой. Обжарила с лучком. И добавилось, что гречку перемешала. Очень ароматно, вкусно получается. Вот. Такой у нас вкусный ужин. Ну и на сегодня я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Ставьте пальчики вверх. Мне это очень приятно. Всех люблю, целую. До новых встреч.